Привет, танкисты! С вами Черный Кот. И это у нас будет аналитический обзор ПТшечки СУ-152 Советская ПТ 7 уровня. В принципе, машинка всем известная. Задача этого обзора не показать какую-то грандиозную стату, какие-то чудеса. Просто хочется рассмотреть эту ПТ более подробно и помочь начинающим игрокам, у которых совсем плохая статистика. Там порядка 44-45-46-7%. Немножечко как-то улучшит, может быть, свои результаты. Может быть, как-то получше понять мир танков вообще. Вот такие цели я себе ставлю. Мои видео будут довольно-таки простыми. Видео обычного игрока. Без всяких твинк аккаунтов и прочего-прочего. Итак, у нас сегодня СУ-152. Машинка всем известная. Все начинают ее катать. Вот мы сейчас зайдем в исследование и посмотрим, что изначально она как бы идет с фугасницей. 152 мм, ML-20. Скорострельность довольно-таки низкая. То есть, 3,3 выстрела в минуту. Там перезарядка порядка с досылателем, со всеми делами. Там получается 15 секунд. 15,2 на прокачанном экипаже. Но без боевого братства. С боевым братством наверное еще чуть-чуть побыстрее. Собственно, это фугасница. Все возят обычно осколочно-фугасный снаряд, который имеет пробитие 86 мм, 910 урона дает. Все им дамажат, пытаются набивать дамаг и так далее, и так далее. Но иногда возят бронебойки, у которых 135 пробития и 700 урона. Опять же, это видно. Я сам на ней отыграл уже боев 400 с лишним. Собственно, очень много на ней играл. И возил всегда либо бронебойные, либо осколочно-фугасные. Вот как-то на голду я никогда не заморачивался. А как выяснилось, зря. Потому что с голдой эта машинка раскрылась совершенно иначе. То есть, фишка в том, что я рекомендую использовать на ней только голдовые снаряды, которые дают нам 250 миллиметров пробития и 700 урона. Это совершенно другой аппарат получается. И сейчас я покажу бой, в котором это видно. Также у нее очень неплоха топовая дудка. Тоже всем известная. 175 миллиметров пробития и 390 урон. Если знать и уметь стрелять по местам, то в принципе мы пробиваем все восьмерки, даже и девятки в общем-то по бортам мы нормально пробиваем. То есть, нужно очень хорошо стрелять. Скорострельность у нее очень высокая, можно даже от СТшки выкрутиться, если на вас вылетело. То есть, там 8-11 скорострельности, она пихает с досылателем раз в 6 секунд по-моему с чем-то по 390 урона. Но фугасница с голдой мне понравилась гораздо-гораздо больше. Сейчас собственно и покажу. Именно в этом и смысл этого видео, что показать вам, как эта машинка может работать с голдой и почему стоит кататься на ней именно с фугасницей и именно с голдовыми снарядами. Что интересно, при том, что играю на ней очень много и вообще неплохо играю на ПТ, но если посмотреть на статистику, то за 400 с лишним боев выше 48% мне ее поднять не получилось. То есть 48% и все. Но я не играю конечно в ротах, во взводах и так далее. В основном я играю один, в рандоме всегда. И когда команда сливается, а это очень часто сейчас, когда просто ребята школьного возраста за 2 минуты умудряются слить все свои танки, и ты остаешься там вдвоем втроем с кем-нибудь против практически 15-13 танков противника, там как не играй, какой урон не настреливай, но может быть по 10-15 сливов подряд особенно в дневное время, поэтому эту машинку тащить в плюс очень тяжело вот именно по статистике. Но удовольствие от игры она доставляет очень серьезное. Ну что же, будем смотреть бой, там вы все увидите как она решается этой дудкой. Ну что же, вот у нас бой, карта тундра, сетап у нас ну собственно видно какой, неплохо нас кинуло, и сейчас я покажу что может наша машинка в одиночку даже на фланге вот с фугасницей с голдовыми снарядами. В этом бою конечно повезло, повезло в том плане, что противники не отличались какой-то изобретательностью тактической, и в принципе я неплохо занял позицию, у меня была хорошая возможность стрелять, и так получилось, что каких-то сверхскилловых противников мне не попалось. Хотя они что-то пытались там сделать, но в общем им всем не повезло. я поехал подержать вторую линию, то есть в ту сторону. Промотаю на 20 секунд вперед. да, вот здесь я занял позицию, вижу СУ-122, которая показалась, стреляю, и вот удивительное рядом, 250 миллиметров пробития голдой не пробивают СУ-122, вот так вот она удачно встала, и вот это крайне редкая ситуация, когда ну вот не пробил. И вот второй рикошет от башни очень удачно А-44 повернул, но на этом собственно вся удача для противника и заканчивается. Видите, на фланге я практически один, сколько прет народу со второй линии, и я понимаю, что сейчас мне придется это все решать, вижу, что там еще один парень на подходе, начинаю я с него. 640 экспи, он сразу отправляется в ангар. Как я уже сказал, вся удача для противника закончилась, и теперь мы попадаем. Ну, отдельно стоит отметить звук при выстреле, эта пушка просто доставляет, это очень приятная штука, то есть на ней просто поэтому катать приятно. следующий парень отправляется в ангар. Ну, там было 320 экспи, там, собственно, у него шансов вообще не было, у нас урон 700 за выстрел при пробитии 250 миллиметров. Я нажимаю нужна помощь, но это день, тут школа, тут никому не интересно, что ты нажимаешь. третий выстрел, отрываем башню на 1052 экспи урона, а 44 отправляется в ангар третьим номером. На меня летит ИС, успевает выстрелить в меня, я пихаю ему на 660, начинаю пятиться, чтобы дать себе чуть-чуть время, пока он подъедет, пока он сведется. Я понимаю, что еще один выстрел я приму. Все, ИС уходит в ангар четвертым номером. Ну, дальше вы сами все видите, на меня лезет СУ-122 и шансов у ней будет немного. Она показывает днище и отправляется в ангар 679 ХП мы забираем. Пять танков, как бы закрытый фланг, вот такие вот возможности фугасницы с голдой. Я думаю, что всем это понравится, все сделают какие-то выводы и попробуют эту машинку именно вот в таком вот новом свете не пожалеете. То есть попробуйте покататься с этой пушкой, может быть для вас она откроется как-то по-новому и играть станет на ней интереснее. Все, всем спасибо, сейчас еще покажу результаты этого боя. Ну вот такие результаты этого боя. Знак классности мастер, боец, 3800 опыта, но это удвоенный за первую победу. Первое место 3921, чуть-чуть не хватило для выполнения задания, надо было настрелять на по тэхе 4000 урона, к сожалению, вообще чуть-чуть не хватило. Ну вот прямых попаданий 8, пробитий 6, вот с 6 пробитий такой урон вот так вот было здорово. Вот так может СУ-152 используя как бы голдовые снаряды с пробитием в 260 по-моему единиц и с уроном в 700. Субтитры Субтитры Субтитры